Текст читает Татьяна Виноградова Глава первая Маша, Паша и Питбуль Телефонный звонок разбудил меня на два часа раньше, чем полагалось по мнению будильника. Нащупав мобильник, я секунду тупила, глядя на экран, а потом просто сбросила звонок. Откинувшись на подушку, услышала ворчливое «Опять звонят! Опять! Опять звонят!» «Отстань, Паш!» — пробурчала я и накрылась одеялом с головой. «Опять!» — «Опять!» — «Спи!» — «Трындит и трындит!» — «Бестолку!» Но поспать нам не удалось. Телефон настойчиво запеликал опять. Я застонала. «Да что ж такое! Неужели даже в воскресенье нельзя выспаться?» А от окна снова раздалось противное. «Звонят, звонят, звонят!» И дьявольский хохот. «О, Господи!» Я откинула одеяло и взяла трубку. Приняла звонок. «Слушаю. Машенька, дорогая, прости, пожалуйста, что беспокою так рано в выходной, но ты сама понимаешь, у нас ни выходных, ни отпусков, ни праздников. Елена Сергеевна, ничего страшного!» — пробормотала я, пытаясь разлепить веки. «Что случилось?» «Золотце. Мы на объекте как раз. Блин, тут такое!» В общем, изымаем, как обычно, сама понимаешь. «Ну, тут мелочь. Йорки, шицу, чихуашки, мопсы. Это мы пристроим. Это ничего. Но тут пидбулиха на цепи сидит. Стечкой! А куда я ее стечкой дену? Мои с ума сойдут, ты же знаешь. А девочкам уже звонила. Нигде нет свободной клетки. Только коллективные. А куда ее в коллективную? «Может, возьмешь, Машенька?» Я села на кровати, свесив ноги. В тапки не попала и поджала пятки, спасаясь от холодного пола. Пидбулиха с течкой. Только этого мне и не хватало. «Машенька, собаку стерилизуем. Вот течка пройдет и сразу на операцию. А держать пока негде. Помогай, золотце. Я тебе за это корма привезу. Машунь! Елена Сергеевна, у меня же малыш. Ну, вы же в курсе? «Малыш-дурик», — отозвался Паша. «Пашке привет от меня», — снова зачастила Елена Сергеевна. «Слушай, ну подержи эту красотку на цепи пока. Я же видела, у тебя цепь от старых хозяев осталась. Вы живодер, знаете ли? На цепи. Машенька, лучше у тебя на цепи, чем в приюте. Она же всех порвет. А в клетке дома держать не могу, понимаешь? Не могу!» Я понимала. У Елены Сергеевны четыре кобеля дома. И все немаленькие, в двушке. И пять с половиной кошек, если считать месячного котенка, выкормленного из пипетки. А у меня — кисы, свободные, гулящие дамы. Да и малыша можно ограничить. Подниму заборчик, который сняла. Цепь. «Да, цепь висит. Я к ней шину для малыша привязала». «Ладно, когда привезете?» Сдалась я, нагнувшись в поисках тапочек. Их под кроватью не оказалось. Опять цезарь спер. Вот зараза! «Сегодня к вечеру нормально будет? У нас этой мелочи целая стая. Просто не представляешь себе ужас, который тут творится. Вот как разгребемся, я к тебе сразу. Договорились?» «Договорились», — со вздохом ответила я, сбрасывая звонок. «Спать сегодня уже не придется». Я встала и погладила потревоженную Касю. Черная кошка лениво подняла голову, зевнула и повернулась на спину. Лапы в стороны, хвост веревочкой, поза буквой ЗЮ. «Артистка?» «Ладно, где же мои тапочки?» Накинув халатик, завязала пояс, огляделась. Бася на кресле, розовый нос в белое брюшко. Прямо урабора с кошачьей какой-то. Мисс Гранжер в лукошке у печки. Любимое место. Тепло, светло. Вся комната как на ладони. Где же тапочки? Дверь-то закрыта. «Где мои тапочки?» Спросила в пространство. Пашка отозвался немедленно. «Цезарь!» «Мелочь пузатая!» «Цезарь!» «Цезарь!» «Ко мне!» «Ты уверен?» Я, поджав губы, уставилась на него. Попугай встопорщил остатки перьев на загривке, встряхнулся, совсем как собака, и сообщил. «Цезарь!» «Опять украл тапочки!» «Цезарь!» «Мелочь пузатая!» «Фу!» «Нехорошая собака!» А потом наклонил голову, кося выпуклым черным глазом, и осведомился ласково. «Яблочко будешь?» «Не буду!» «Мне надо кофе!» Вежливо отказалась я. Пашка фыркнул моим голосом. «Макария, Швейцария!» «Кофе!» «Фу!» «Какая гадость!» «Фейспалм летучий, а не попугай!» Я похлопала по плечу. «Ладно, пошли!» «Дам яблочко!» Пашка распустил крылья, словно чайка на взлете, нерешительно потоптался по своей жердочке и тихонечко пропел «Машенька!» «Хорошая Машенька!» «Подлиза!» «Пошли уже!» «Ногам холодно!» В доказательство я переступила пятками покрашенным доском пола. Пашка резво запрыгнул мне на плечо, почти не помогая себе крыльями, уцепился за ткань халатика когтями и принялся нежно перебирать мне волосы за ухом. «Машенька!» «Яблочко будешь?» «Отстань!» Открыв дверь в кухню, я ступила на старенький тканный половик, доставшийся от старых хозяев. «Цезарь!» «Мелочь пузатая!» «Каська!» «Пусти попугая!» «Рыжая зараза!» «Малыш!» «Рраф!» «Аф!» «Аф!» «Перестань ябедничать!» Против воли прыснула я, а Пашка придержал мое ухо и доверительным тоном просвистел прямо в барабанную перепонку. Опять тапочки спер, мышка, мышка, Бася, хитрожопая! «Да знаю я все это!» «Чего бы нового рассказал?» «Пашка, порода русскоговорящих попугаев с красным носом, отличается умом и сообразительностью», заявил ябеда и перепрыгнул на стол, пока я искала тапки, приподняв скатерть. «Пашка отличается умом, Пашка с носом!» «Пашка-балбес!» Отмахнулась я, оглядывая кухню, по совместительству хомячатник, птичник и гостиную. Отдернула шторы. В клетках сразу зашевелились, подали голос. Пашка захлопал крыльями, вытянувшись, издал громкий вопль и с усилием перелетел на вольер волнистиков. «Тишина в строю! Молчать! Всех на улицу! Всех на улицу!» Птички тут же притихли перед строгим генералом, только хомячиха-мышка ломанулась к своему колесу и побежала ежедневный марафон. Колесо заскрипело, как несмазанная телега, и я поморщилась. «Как буду чистить клетки? Капну маслом, а то невыносимо просто. Да где же тапочки? Цезарь!» Громко, но ласково позвала я, внимательно оглядывая возможные нычки противной собаки. «Цезарь, иди ко мне, маленький! Иди ко мне, что я тебе дам!» «Цезарь, мелочь пузатая!» презрительно отозвался Пашка и, вытянув голову, залился самым натуральным лаем крохотной собачонки. Волнистики зачирикали громче воробьев, а щеглы засвистели от возбуждения. «О, Господи!» прошипела я. «Пашка, ты балбес!» Но попуга не замолчал, а продолжил лаять, взвизгивая периодически. И ему в ответ раздался точно такой же лай из-под печки. Пашка резко оборвал свою песнь и, чистя клювом коготь на лапе, сказал обличающим тоном. «Цезарь, тапочки спер! Цезарь, пузатая мелочь!» Я присела на корточки и заглянула в подпечье. Там хранились собачьи кастрюли и миски, а среди этого богатства залег Цезарь прямо на моих тапочках. «Ай-яй-яй, какая нехорошая собака!» Покачав головой, я вытащила чихуашку за ошейник из-под печи, и он приехал в кухню лапами в тапочках. В больших выпученных глазенках ясно читался укор и возмущение, но хвост был поджат под задние лапы. В прошлом Цезаря носили исключительно на руках и в сумочке, оставляли в машине на полдня и спускали на пол только, чтобы позволить сходить в лоток. В результате собака заработала хроническую почечную недостаточность и фобию на траву, снег и асфальт. Еще Цезарь кусался в любой непонятной ситуации. А укусы крохотных и острых, как зубчики вилки, зубов, это, знаете ли, еще приятнее, чем кошачьи царапки. «Цезарь противный!» Снова вякнул Пашка и захохотал, как доктор зло. А я все никак не могла привыкнуть к этому его смеху, даже вздрогнула и плюнула. «Пашка, прекрати!» «Цезарь хороший мальчик!» «Правда, Цезарь?» Хвостишко выбрался на свободу и завилял легонечко. Я вытащила тапки из-под собаки, с облегчением сунула в них ноги, старательно игнорируя обслюнявленный верх, и вздохнула. «Ну, вот и новый день!» «День, тень, пень, наплетень!» перечислил Пашка. «Гугл рифма, да и только!» Включила чайник и достала из шкафчика яблоко. Пашка тут же вспорхнул на стол, крутясь возле ножа, которым я кромсала фрукт. «Яблочко будешь?» «Будешь?» «Яблочко!» «Пашка с носом!» «Смотри, обрежу!» «Останешься без носа!» предупредила я попугая и протянула ему кусочек. «На, лакомись, оторва!» «Пашка!» «Чав-чавк!» «Хороший мальчик!» «Да-да, конечно!» Чайник зашумел, вызвав оживление в клетках. Но на волнистиков с их чириканьем я уже давно научилась не обращать внимания. Две ложечки растворимого кофе, ложечка сахара, кипяток и сливки. И день может начинаться. Выпив свою законную утреннюю чашку, я сунула босые ноги в валенки, надела старенький ватник и позвала. «Цезарь, гулять!» Рыжая молния метнулась мне под ноги и завертелась угрём, паскуливая. Открыла дверь на террасу, а потом и входную, скинув засов. Чихуашка вылетел во двор, оставив на крыльце цепочку крохотных следов и нырнул под штакетины палисадника в глубокий снег. Сбоку чихнули, а из кухни донёсся голос Пашки. «Малыш, дурик!» Закрыв дверь, я фыркнула. «Прямо Пашка, не дурик!» Большая лохматая голова откнулась мне вбок. Я запустила руку в шерсть, на загривке и с силой почесала. Малыш чуть сдвинулся, и мне пришлось ухватиться за перила, чтобы не упасть. Оттолкнув собаку, с нежностью пожурила. «Ты всё-таки дурик! Убьёшь меня когда-нибудь?» Ласковое ворчание было мне ответом. Малыш отряхнулся от снега и наледи очень обстоятельно. Сначала головой помотал, потом всем мохнатым телом. Закончил кончиком пушистого хвоста и начал медленно спускаться по ступенькам. Я проследила за толстым белорыжим задом и с наслаждением вдохнула морозный воздух. Середина января выдалась снежной, а в городе, наверное, слякоть. Нет, всё-таки отличный домик мне дали, несмотря на воду из колодца и печное отопление. Небольшой, но тёплый. И пол не проваливается, как у некоторых. Видала я эти бесплатные дома для детей-сирот. «Цезарь, ты где?» крикнула и вгляделась с улыбкой в припорушенный снежком двор. По следам можно найти чихуашку. Пусть гуляет. Это уже счастье, что Цезарь не трясётся от ужаса, как раньше. Стоит лишь его спустить на землю. Писался и какался, просто оказавшись на снегу. Теперь вон, бегает, скачет из сугроба в сугроб. Малыш попёрся с весьма деловым видом обходить веренную ему территорию. «Он у меня парень серьёзный, не то, что некоторые попугаи». Впрочем, московская сторожевая на то и сторожевая, чтобы сторожить. Обходить тут не слишком много. Весь участок шесть соток, как дача. Но малыш относился к своим обязанностям очень ответственно, а я пошла отвязывать от цепи шину. К обеду всё было готово к приезду новой пансионерки. Заборчик осталось только укрепить. Я вбила штакетины в мёрзлую землю, не без обуха и такой-то матери. Цепь натяну, чтобы мадам Питбулиха не доставала до забора. А вот малыш вполне может всей туши опереться на него и снести часть. Поэтому надо примотать проволокой секции одну к другой. Но как тут закончить всё, когда «Впусти Цезаря, впусти Цезаря, отгони кур, отгони Цезаря от кур, отгони Цезаря от малыша». Поэтому в обеденный перерыв я накрепко заперла чихуашку в доме, решив не обращать внимания на его возмущённый скулёж. А малышу велела охранять крыльцо. Мало ли, вдруг кто-то решит украсть ступеньки. А тут как раз малыш зарычит, залает басом, и воры сразу убегут. Шутки шутками, но Питбулиха стечкой казалась мне чем-то сакральным и ужасным. Не для того я принимаю собак на передержку, чтобы потом раздавать щенят метисов. И почему Елена Сергеевна решила осчастливить именно меня? Впрочем, к чему этот вопрос? Она знает, что я не откажу, но не наглеет, понимает, что всю зарплату я трачу на своих постояльцев. И Питбулиху стечкой я приму, и малыша от неё буду отгонять. Жареная картошка с сосиской вызвала повышенное слюноотделение у Цезаря, который внезапно вспомнил, что был рождён карманной, ручной собачкой, принялся скакать на задних лапках и умельно складывать передние перед грудью. Пашка, пользуясь своим положением крылатого, утащил с тарелки кусок картошки и склевал потихонечку, дразнясь. «Цезарь!» «Нет!» «Фу!» «Цезарь!» «Противная собака!» «Кушать!» «Кушать!» «Пашка!» «Отстань от бедного Цезаря!» Не прекращая думать о заборе, попросила я. Попугай бочком, осторожно поглядывая на меня, подобрался к тарелке, примерился и стащил второй кусок картошки. Ускакал с ним на другой конец стола и вредным голосом Елены Сергеевны выкрикнул «Машенька!» «Золотце!» и продолжил уже моим голосом «Цезарь спер тапочки, Бася мышку притащила, малыш дурик, Пашка дурик, хороший мальчик». Клюнул картошку и нежно пропел «Пашка!» «Не воруй!» «Перья повыдергаю!» «Ага!» «И повыдергаю!» «Вот увидишь!» усмехнулась я. «Тебе вредно есть картошку!» «Картошку!» Пашка изобразил звуки страстного поцелуя. «Картошку, Пашка! Перья! Они у тебя сами повылазят от такой диеты!» Пашка фыркнул и принялся расклёвывать добычу. Я только покачала головой. К вечеру секции заборчика были примотаны одна к другой так крепко, как я только смогла затянуть проволоку. Правда, от экспериментов пришлось отказаться ввиду полного и окончательного равнодушия малыша к ограде. Я не смогла заставить эту тушку даже подойти, не то что ломануться сквозь неё. Ну, посмотрим по обстоятельствам. В крайнем случае малыш будет ночевать на террасе, а для питбулихи я вытащила из сарая будку, в которой когда-то давно жила цепная собака прежних хозяев дома. Натаскала туда тряпок, положила старый пуховик, найденный на чердаке, и даже игрушку добавила. Мне иногда присылали корм и игрушки для собак-благодетели с сайта приюта, но малыш играть не любил, а Цезарю даже самый маленький жгут не влезал в пасть. Курочки заполошно гонялись за зёрнами, которые я кидала в стайку, чтобы не скучно было. Цезарь залез на загривок малыша, который лежал на дорожке, уткнув носу в бедро. Когда они не ссорились, эти двое были просто идеальными друзьями, хотя я подозревала, что со стороны чихуашки тут было больше выгоды, чем дружбы. Зафырчал мотор, из-за черной пеленой веток показался кузов старенького внедорожника. И как эта колымага еще не развалилась? Впрочем, Елена Сергеевна способна даже разваленную машину склеить скотчем и закрепить скрепками и снова рулить по городам и весям, чтобы спасать собак и кошек. Бросив последнюю горсть зерна, я закрыла загун с курочками и пошла навстречу гостям. Машина тормознула у ворот, дверца открылась, и я услышала голос женщины. «Да ну ё-моё, что ж такое? Машенька, золото моё, тут кто-нибудь снег разгребает или всем вообще пофиг?» «Здрасте, Елена Сергеевна», весело поздоровалась я. «Я разгребаю, когда наметет. А что?» «Ой, умаялась я. Вообще?» Она шумно выдохнула, вытирая пот со лба, и уперла руки в необъятные бока. «Ладно, принимаешь, красавицу? А то она уже всю сидушку мне истоптала. Чест слово, скачет туда-сюда, будто волнуется. А куда я её везу?» «Принимаю. Куда ж я денусь?» Со вздохом я открыла заднюю дверцу. Питбулиха сидела на жопе и улыбалась вовсю ширь своей 42-х зубой пасти. Натурально улыбалась, да ещё и так заискивающе, что я аж замерла. «Надо же! Никогда не думала, что питбули, да и вообще собаки, могут заискивать. А эта даже в глаза заглядывает. Хотя не должна. Такое поведение вообще не свойственно собаке. Ну, гляди, какая чудная девка!» Елена Сергеевна протянула руку и достала поводок, подтянув питбулиху к выходу. «Пошли, милая моя, давай. Я тебя доставила на временное место проживания. Уж будь лапочкой!» Получив петлю поводка из рук начальницы приюта, я присела на корточке перед спрыгнувшей на землю собакой и протянула ей ладонь. «Ну, привет! Ой, а как её зовут? Пока никак. Чипа нет. Татушки тоже. Поискали в базе потеряшек? Нету. Неопознанная девица. Никаких записей в этом борделе, то есть в питомнике, не нашли. Что ж ты такая неудачливая?» Спросила я у питбулихи, осторожно вытянув руку и почесав шею. Собака сначала зажмурилась от удовольствия, позволяя теребить коротенькую шерсть под пастью, а потом снова глянула мне в глаза. Причём таким взглядом, что у меня всё перевернулось внутри. Словно просила помощи и говорила, «Я хорошая, правда? Честно? Непонятно». «Ну да ладно». Я встала, обернулась к Елене Сергеевне. Та уже вовсю чесала через забор загривок малыша и пыталась достать подпрыгивающего цезаря. «Ах вы мои хорошие! Ах вы мои сладенькие! Малыш! Зайенька мой! Цезарь! Заразонька мелкая! Слушай, Машунь, а цезарь поправился или мне кажется?» «Раф! Аф!» — сказал малыш по направлению питбулихи. Та отвернулась и даже, как мне показалось, задрала нос. Цезарь же залился своим противным мелкопсовым лаем, стараясь протиснуться между штакетинами забора. На него гостья не обратила ни малейшего внимания, даже носом в его сторону не повела. Зато присела прямо у калитки, глядя на дом напротив и напрудила лужу в мгновенно подтаявший снег. «А ну!» — Елена Сергеевна прикрикнула на моих кобелей. «Тишина! Будто девочку никогда не видели! Давай, Машенька, нарекай красотку!» «Почему я?» — поглаживая завертевшуюся возле меня питбулиху, удивленно спросила я. «Ну а кто? Не я же! У меня мозги плавятся уже!» «Ну, пусть будет Глаша!» «Глаша?» Елена Сергеевна с недоверием посмотрела на меня. «Почему Глаша?» «Потому что гладиолус!» — усмехнулась я. «Ну, посмотрите на нее! Вылитая Глаша колхоз, и в то же время она совсем не так проста, как кажется!» «Глаша так Глаша!» — пожав плечами, согласилась Елена Сергеевна. «Сейчас так и запишу. Чип мы ей поставили, веткнижку завели, надо только имя вписать». Она достала с переднего сиденья пухлую папку, вытащила одну из множества синеньких книжечек и прицелилась ручкой на первую страницу. Оглянувшись на притихших собак, которых гипнотизировала улыбающаяся питбулиха, я сказала «Пишите лучше Глафира. Походу, она не такой уж и колхоз, эта сука. Чего это? К ней хочется вообще на «вы» обращаться». «Даже на «вы» и даже шепотом! С питбулями это обычно не проходит!» — хохотнула Елена Сергеевна, но вывела на первой страничке округлыми буквами имя Глафира. «Все, забирай паспорт, собаку, а я попробую задним ходом выбраться от вас. Ни пуха, ни пера. Звякни, как течка прекратится. Прооперируем и заберем в приют». Заметана. Я сунула книжечку в карман ватника и, пристально глядя на питбулиху, похлопала поверху забора. «Прыгай!» «С ума сошла девка!» — всплеснула руками Елена Сергеевна. Глаша презрительно, как мне показалось, глянула на женщину, потом также пристально на меня и одним махом, как распрямившаяся пружина, перескочила через штакетины. «И вуаля!» — подытожила я. «Пойду привяжу ее! Развлекайся!» — засмеялась Елена Сергеевна и полезла в машину. А меня пронзило странное ощущение, что сегодня в моей жизни приключился лютый пиии, то есть новый поворот. Глава вторая. Неизвестной науке найденыш. С утра снег подтаял и почти сошел, а потом ударил морозец. Я этому делу очень обрадовалась, потому что месить грязь, пусть и резиновыми сапогами, мне не хотелось. А с Глашей надо гулять. Это существо, которое я собиралась оберегать от малыша, построила и москвича, и чихуашку. Малыш сделал всего одну попытку добраться до течной суки и убежал на крыльцо с поджатым хвостом. Пришлось на ночь впустить его на террасу, потому что трусишка царапался в дверь и скулил. А Глаша гремела цепью, бегая вдоль заборчика, и рычала на пса. Цезарь же приперся к дамочке, пролез под штакетинами и попытал счастья, пока она лежала возле будки, но одним взмахом хвоста был отметен далеко. И надолго, если не навсегда. Поэтому за честь и достоинство Глафиры я больше не волновалась. Но просто оставить ее сидеть на цепи до конца течки не могла. Собака была мускулистой, подтянутой, нежирненькой, чем часто грешат стаффы и питбули. Пролеживающие диваны без долгих прогулок. Значит, с этой собакой гуляли, бегали, наращивали ей мышцы. Вот и я погуляю, а то и сама засиделась на месте. Взяв с террасы крепкий поводок, выданный когда-то для малыша, я спустила Глашу с цепи и застегнула карабин поводка на ошейнике питбулихи. Карабины, крепкие, еще советские, прислал приюту один старик, бывший скалолаз. А поводки плели из паракорда ребята-инвалиды. В общем, заглашено обмундирование, я была совершенно спокойна, сделана на совесть. А вот свои силы и явно не рассчитала. До забора Глаша вела себя прилично. А вот когда я закрыла калитку, собака рванула так, что не намотая я петлю поводка на запястье, провезла бы меня по дороге животом. Я рванула в ответ, чувствуя боль в руке, но Глаша этого даже не заметила. «Не зали меня, девочка!» Бросила я собаке, подтягивая поводок. Я и не таких слоников выгуливала. Глаша подняла на меня взгляд, вывалив язык, и села. Плюхнулась на жопу, поджав хвост. А вот сейчас я не поняла. Не легла, отказываясь двигаться. Не потянула, хрипя и задыхаясь. Не как нормальная петбулиха. Не как нормальная собака. Ладно. Я выдержала пристальный взгляд и прищурилась. «Чего ты хочешь, Глафира?» Собака улыбнулась, поднимаясь и затрусила по улице. «Даже так?» «Окей». Я пошла за ней, потихоньку попуская поводок. Глаша довела меня до конца улицы, нырнула в проход между домами и потянула дальше, за околицу поселка. А там поля. Когда-то колхозные, а теперь фермерские. Грязные, чуть подсохшие. «Глаша!» — взмолилась я. «Давай по тропинке до леса, а?» Но собака упрямо трусила вперед, по прямой. Даже не трусила уже, а перла. Трактор, блин, а не питбуль. И не откликается. Даже внимания на меня ноль. Я уж и дергала. И пыталась ногами тормозить. Всегда думала, что смогу управлять любой собакой. Ведь опыт есть. Но Глафира вела себя настолько упрямо, что я сдалась. Пусть выпустит пар. А потом займемся воспитанием этого танка. За полчаса прогулки у меня совершенно задубели руки. Еще бы! Так вцепилась в поводок, пытаясь хоть как-то притормозить Глашу. В лесу вообще стало страшно. Ведь собака тащила меня туда, куда могла пролезть сама. А пролезу ли я? Ее не интересовало. Перебираясь через бурелом, протискиваясь сквозь кусты, я тихо материлась, пыхтела, вспоминала мать Глафиры и всех любовников онной матери. Но следовала за питбулихой. Кто кого переупрямит? Это же мой девиз по жизни. Но внезапно Глаша коротко взвизгнула и метнулась к груди валежника под деревом. А я закричала «Фу, Глаша, фу, не трогай это!» Какая-то темная масса валялась на снегу, почти скрытая ветками. Главное, не дать противной собаке вымазаться в дерьме или слопать падаль. Я ж не отмою потом эту заразу. И ветеринара вызывать денег нет. Однако Глафира ничего такого делать не собиралась. Она принялась лизать и подпихивать носом темную массу, которая оказалась ящерицей. Огромной, застывшей, но, похоже, еще живой. «Господи, это еще что такое?» воскликнула я, подходя ближе. И снова собака удивила меня. Глянула таким взглядом, что все в груди перевернулось, словно умоляла спасти. Осторожно коснувшись пальцем холодной чешуи, я глянула. Может, откроет глаза или шевельнется? Но тушка осталась неподвижной. Глаша метнулась вокруг меня, начала со стервенением вылизывать страшную ушастую и рогатую морду. И чудо случилось. Века дернулась, ужастик шевельнул лапкой. Я только охнула. Мне стало жарко. Сорвав с плеч куртку, аккуратно накрыла ящерицу, подхватила ее на руки и скомандовала Глаше. «Давай-ка теперь, веди нас домой! Еще бы! Самой мне ни за что не найти дорогу!» Однако умная собака поняла сразу. Подняв нос, понюхала воздух, метнулась туда-сюда и поперла снова через лес. Надеюсь, у нее встроенный навигатор, потому что без куртки холод начал кусаться, да и ящерица оттягивала руки. Приду домой, откачаю это существо и посмотрю, что за вид такой непонятный. Обратная дорога заняла у нас даже меньше времени, потому что Глафира врубила шестую скорость, а я неслась, едва успевая перебирать ногами, и думала, что руки точно отвалятся. Только бы не уронить эту тяжесть. Завтра я точно буду стонать от такой прогулки и ноющих мышц. Ворвавшись на участок, я бросила поводок Глаше и ногой захлопнула калитку. Понадеюсь на ум питбулихи, если он у нее есть. А пока надо очень быстро согреть ящерицу. Положу в корзинку возле печки. Мисс Гранжер подвинется? Ну, или сверху ляжет. Так даже лучше. Цезарь прыгнул лапками мне на ноги. Встречая, попытался дотянуться до свертка в руках, но ничего не вышло. Тогда чихуашка залаял пронзительно и требовательно. Тут же отозвался Пашка с клетки волнистиков. «Цезарь! Фу! Хорош визжать, дурик! Ну вас!» Бросила я обоим и открыла дверь в комнату. Бася лениво подняла голову и вопросительно мяукнула. Корзинка у печки пустовала, видно, мисс Гранжер решила прогуляться. Ну и слава богу. Я сгрузила обмякшее тело ящерицы в корзинку и, вытащив из-под него куртку, накрыла одеялом, которое сушилось на печке. Укутала хорошенько, подоткнула, потом распрямилась и обвела взглядом комнату. Чтобы еще накинуть на этого найденыша, нашла в шкафу свою теплую кофту, которая огрела меня еще в детдоме, и положила на одеяло. Подкинув пару полешек в печь, услышала визг собак на улице. Ох, хоть бы Глафира малыша не покусала, она способна. Распахнув входную дверь, увидела москвича, который жался к стенке дома. А Глаша метнулась между моих ног, прежде чем я смогла схватить ее за поводок. «Куда?» — завопила я, перепугав попугайчиков и щеглов, бросилась за Питбулихой в комнату, едва не наступив на Цезаря. Тот шуганулся под печь, Пашка заорал. «Аларм! Аларм! Свистать всех наверх! Перья повыдергаю! Кошки! В комнате же кошки! Я же не знаю, как Питбулиха относится к кошкам!» Влетев в комнату, обнаружила Басю на шкафу, Каську на шторке у карниза, а Глашу в корзинке с ящером. Питбулиха лежала, обнимая лапами укутанного в теплое найденыша и со стервенением вылизывала тупорылую мордочку. «Ну, Глафира!» — протянула я. «Ты меня удивила!» Собака подняла на меня взгляд, на миг прервавшись, словно сказала, что я зря сомневалась, и с удвоенной силой принялась лизать ящерицу. Скребя коготками покрашенным доском, пришкандыбал Пашка, осторожно заглянул в корзинку и удивился. «Дурик? Сам ты дурик!» Я протянула руку к попугаю. «Иди сюда, оставь их в покое!» «В покое, в покое!» — проворчал Пашка, отскакивая от меня и косясь на Глашу. «Дай яблочко!» «Дай!» «Машенька!» «Дам, погоди!» «Не хочешь со мной?» «Ну и сиди тут!» «Тебя Глаша съест, и по делом тебе!» «Глаша! Хорошая Глаша!» — тут же попытался подлизаться к питбуллихе Пашка, а я против воли захохотала. «Ну ты, Пашка, жук!» «Пашка, попугай!» — обиделся он. «Отличается умом и сообразительностью, с носом!» И гордо заковылял под кровать. Глафира только башкой повела, и мне почему-то показалось, что она мысленно профейспалмила. Глупость, конечно, но мало ли, мы же не знаем, о чем думают собаки. Сняв Касю с занавески и прижав к себе, я присела на кресло у окна и взяла телефон. Для начала надо попытаться узнать, как лечить ящерицу, если она вдруг заболеет. Нет, даже не так. Ящерица точно заболеет. Провести неизвестно сколько времени в лесу на снегу не пройдет даром. А к ветеринару ее везти не вариант. У меня же машины нет. Если только договориться с тем, которого обещала прислать Елена Сергеевна. А что это вообще за ящерица? Забытность свою передержкой и приемной мамой я два раза видела Агам, взрослую тварь в 40 сантиметров и мелкого детеныша с ладонь длиной вместе с хвостом. Но на Агаму мой наденыш похож только отдаленно. У него рожки, как у козы, только не острые и не загнутые, а смотрящие вперед. А еще, похоже, у него есть крылья. Самые настоящие. Разве бывают ящерицы с крыльями? Яндекс уверенно сказал, что бывают. А еще они бывают с рогами, но не вместе. Или-или. Мой же экземпляр. Получается мутант какой-то, хотя до Чернобыля отсюда далеко. Я встала, переложила кошку на кровать и присела к лукошку. Глаша задрала морду, приподняла брыли и оскалилась. А я погрозила ей пальцем. А ну, не балуй, мне нужно посмотреть. Питбулеха отвела взгляд и опустила морду на одеяло, предоставив мне доступ к ящерице. Я откинула ткань, коснулась жесткой шеи и с удовольствием отметила, что чешуйки уже не были холодными. Нагрелись. Погладив животное, я подумала, что надо обустроить ему какой-нибудь террариум. Но потом. Сначала, наверное, просто лампу. Ящерицам нужно тепло. Много тепла. А печки будет недостаточно. Бедный малыш. Настрадался. Но теперь все будет хорошо. Я его выхожу. Это утро началось, как и десяток предыдущих. Я проснулась от звука будильника, потянулась за телефоном, кряхтя. Отключив звонок, вытянула руки и погладила теплое, даже жаркое тело ящерицы. Я назвала ее Нексус. Как магический источник энергии трех сестер-ведьм. Ну вот как-то решила, что это мальчик. Некс совершенно оправился от пребывания в холодном лесу. Каждый день с наслаждением грелся под лампой, полуприкрыв глаза, а потом бегал по всему дому за пашкой, стараясь достать его из-под дивана или с клетки. Даже волнистиков один раз опрокинул. Пришлось ругаться. Некс вроде как устыдился, сразу сбежав в свою корзинку у печки, а попугай выучил несколько новых выражений. Вот и теперь он сонно подал голос с жордочки. Машенька, крылья пообрываю, рога обломаю. Если ты мне, Пашка, то у меня крыльев нет. Усмехнувшись, я оторвала от себя цепкие лапки Некса и сгрузила тяжелое тело ящерицы на пол. Потянувшись, Некс расправил крылышки и потрепыхал ими в воздухе, потом зацокал коготками к двери, поднялся на задние лапы и дотянулся до ручки. Некс, зачем безобразие творишь? усмехнулась я. Пашка, пошли, яблочко дам. Попугай встрепенулся, услышав знакомое слово, и распустил крылья. Яблочко, яблочко будешь? Буду, буду, пробурчали из кухни тонким голоском. Я замерла. Кто это? Пашка тут, а в комнате только волнистики и щеглы, которые говорить не умеют. Выглянув из комнаты, я осмотрелась. Цезарь носился кругами вокруг стола, пытаясь в прыжке цапнуть Некса, который взобрался на стул и уже торчал столбиком, опираясь передними лапами, а стол в ожидании завтрака. Я больше никого не видела. Во, глюки. Началось, сказала я сама себе. Пора к врачу идти и таблетки глотать. Лежавшая на подстилке у двери Глафира подняла голову слаб и смачно зевнула, будто посмеялась надо мной. А мне стало совсем не по себе. Надо что-то с этим делать. Надо найти хотя бы соседку какую-нибудь. Вон, комната маленькая стоит, барахлом от прошлых хозяев забитая. Разобрать тряпки и коробки, матрас поменять и найти жиличку, чтобы было с кем словом перемолвиться, кроме безмозглого попугая. Я взяла из шкафчика яблока, потом еще одно. Вспомнила, что теперь не только Пашка лакомится, но и Некс. Принялась резать их кусочками. Попугай, тяжело хлопая крыльями, прилетел из комнаты и уселся на стол, опасливо поглядывая на ящера. Тот тянул когтистую лапку за яблочком, не боясь ножа. А Пашка, щелкнув языком, сказал моим вредным голосом, «Останешься без носа». Некс фыркнул на него самым натуральным образом, так что облачко пара вырвалось из пасти. Я изумленно глянула на ящера, потом дыхнула сама. Ничего, не может быть, чтобы дома было настолько холодно. Что за чудеса? Лютый пи, то есть новый поворот, снова выглянул из-за угла, мерзко хихикая. Теперь у меня не только слуховые, но и зрительные галлюцинации. Прелестно. «Эх, дети мои, ваша Маша двинулась умом», вздохнула я, подвигая Нексу и Пашке по кусочку яблока. Попугай схватил свой, утащил подальше от ящера и сказал чавкая, «Машка дурик». «Точно-точно, я дурик», кивнула печально. Со двора раздалось громкая рраф малыша. Ох, кто это ко мне пожаловал? Москвич так встречал только знакомых, но незнакомых лаял долго и сердито. Выйдя на террасу и выглянув в окошко, я улыбнулась. «Соседка, тетя Лида. Ну хотя бы без Люсьенчика пришла. Карликовому пуделю, капризному и своенравному требовалась стрижка каждые три месяца. Вопреки здравому смыслу, я всегда стригла Люсьена бесплатно, а за это тетя Лида присматривала за моими зверятами в те дни, когда я ездила в город с ночевкой. У соседки был и ключ от моего дома, достаточно было послать ей смс-ку и сказать, что я уезжаю на несколько дней. «Тетя Лида, здрасте!» Открыв дверь, сказала я соседке. «Что случилось?» «Машенька, здравствуй, дорогая!» Высоким голосом, запыхавшись, ответила та, открывая калитку. «Да вот внуков привезли на неделю, пока у них каникулы. Хотела им пирожков напечь, хватилось, а яйца-то кончились. Я в магазин, а там переучет. Я к Лизавете, а она как раз продала последние этим городским из дома у сельсовета. Так я к тебе. Может, у тебя найдется десяток?» Со смехом я накинула платок на голову и, сунув ноги в валенки, вышла на крыльцо. «Найдется. Сейчас свеженьких насобираем. А вы заходите пока в дом». «Да я на минуточку буквально. И так оставила мальчишек с люсьенчиком одних. Еще на беда курят там? Ну тогда я быстренько». Нырнув в курятник, я ногой подвинула пару курочек и насобирала в карманы кофты десяток еще теплых, испачканных засохшим пометом с прилипшими перьями бежевых яиц. Вернулась во двор. «Вот, тетя Лида, забирайте». «Маш, сколько с меня-то», загружая яйца в авоську, из каких-то давних, еще советских времен, озаботилась соседка. А я махнул рукой. «Ну какие счеты между соседями? Мне, кстати, наверное, придется уехать на несколько дней. Вы же присмотрите за зоопарком?» «Присмотрю, Машенька, конечно. Присмотрю. И погуляю, и покормлю, и с попугаем поболтаю», – легко согласилась тетя Лида. «Спасибо, спасибо. Я и правда думала съездить в город с Нексом в зоопарк. Может, там знают, какой он породы. Может, подскажут, чем кормить, чтобы не уморить. Да и вообще, я люблю ясность. А вдруг кто-то потерял моего найденыша? Ищет теперь, скучает по нему. Я бы скучала. Привязалась к этому малышу до глубины души. Да и он ко мне. Проводив соседку за калитку, я вернулась в дом. Там, как всегда, царила идиллия. Глаша рычала на Цезаря, который носился кругами за Нексом, а тот, словно издеваясь, убегал от чихуашки, помахивая толстым хвостиком в миллиметре от щелкающих крохотных челюстей. Пашка, как без Пашки, профессионально комментировал с высоты шкафчика. Лево, право, а ту его. Цезарь, фас, Некс, дурик, Глаша, дурик, Цезарь, дурик, а ту. А ну, грозным голосом призвала я к порядку, зверье мое. Некс, скользнув прямо перед носом Цезаря, ловко вскарабкался по моим ногам и куртке на грудь, цепляясь когтями за платок. Дохнул в лицо совсем не животным, свежим и яблочным дыханием, а раздвоенный язычок облизал щеку. Ты же мой маленький, расчувствовалась я, осторожно прижимая ящера к себе. Осторожно, чтобы не раздавить. Я просто не знала, как с ним обращаться. Те ящерицы, которых я видела раньше, в руки давались неохотно, зажимались, будто я собиралась их съесть, и замирали. А Некс ластится и даже иногда заползает под кофту, греется от тела. Такой беззащитный, хотя и большой, когтистый, зубастый, рогатый. Раф, раф, аф, аф. Да что ж такое? Вздохнула я. Кто опять пришел? Малыш уже не лаял. Он рявкал, злобно и громко. Я подошла к окну и подняла брови. Нифига себе! Перед калиткой стояла блестящая черная машина, огромная, как танк. А во двор собирался войти мужчина в темном пальто. Красивый, просто обалденно красивый мужчина. Темноволосый, высокий, с точенными чертами лица и пронзительными, практически черными глазами. Ко мне? Такие гости? Интересно, что ему понадобилось? Возможно, просто заблудился?